Всем привет! Меня зовут Кристина Санько и я очень рада, что вы заглянули ко мне, как ваше новогоднее настроение. Надеюсь, мои новогодние видео дарят вам его в полной мере, ведь я очень сильно стараюсь. В прошлом видео о декоре вы набрали даже больше количества лайков, чем просила я вас набрать. Мне это безумно приятно, я ценю вашу поддержку. И это будет вторая часть видео о декоре комнаты на Новый год. Надеюсь, она вам тоже понравится. Итак, поехали! Для начала создадим новогоднюю атмосферу. Я уже нарядила елочку и вся комната преобразилась. Включаю на ютубе камин и вывожу на большой экран. Вы можете сделать это также на своем ноутбуке. На деревянном подносике я разложила блестящие шишки и желуди, которые остались у меня от осеннего декора. И главным украшением моей комнаты станет новогодний кейнди-бар. Сделаем баночку для печенья. Нам нужен будет какой-нибудь горшочек или банка. Подойдут ведерки от мороженого, например. Возьмите шерстяные ниточки двух видов, красную и белую. Один конец ниточки закрепляем скотчем и начинаем наматывать на баночку где-то до середины. Берем белую нитку и также закрепляем скотчем. Наматываем до самого верха. Закрепляем кончик. Цвет очень красиво заполняет баночку и делает ее такой уютной и теплой. У меня еще была вот такая пушистая штучка. Я ее приклеиваю вниз на основу. Приклеиваем пуговки. Готово! Сюда можно складывать печеньки и прочую выпечку. Настоящее украшение любой комнаты и прекрасно вписывается в наш кейнди-бар. Его я размещу в общей комнате возле елки. Это мой любимый комод и я всегда его декорирую к праздникам. В этом году я решила создать здесь уютный уголок со сладостями, которые в любое время можно будет кушать и заряжаться новогодним настроением. Вешаю фонарики. Я настоящий фанат. У меня их очень много. Это одна из моих любимых гирлянд. Еще у меня есть вот такая магнитная доска для записей. Я ставлю ее сверху на комод. Комод я застилаю вот такой новогодней подарочной бумагой. Вы же можете взять скатерть, клеенку или плед. Все то, что считаете нужным. Вешаю новогодний веночек. Он всегда придает такой уют в доме. Я бы в каждой комнате их вешала. Ставим на наш кэнди-бар одно из главных украшений. Кофе-машину. Это моя гордость. Я сказала ее совсем недавно. Если у вас такой нет, можно принести сюда электрический чайник, горячее молоко или просто принести чайник с кипяченой водой или графин. Ставлю этажерку. Сюда я буду складывать все вкусняшки. На принтере я распечатала вот такие прикольные картинки под кэнди-бар. Они такие милые, праздничные, в традиционных новогодних цветах. На столик мы выставляем разные сладости, которые вам нравятся. И чтобы они не пестрили, я наклеиваю на них распечатанные этикетки, чтобы все было в одном стиле. У меня тут сладкая кокосовая паста, паста маршмеллоу, взбитые сливки и так далее. Подписываю как-нибудь прикольно. По типу кокосовый снег, вкусняшки для кофе, новогодняя посыпка. Тут есть этикетки и для бутылок. Я оберну сироп для кофе, который буду добавлять в напитки. Кстати, я решила положить эту красивую бутылочку в наш уютный горшочек. Он смотрится очень красивенько. Вы же можете наполнить его печеньем или также поставить сюда что-то большое. Сироп или лимонад, например. Еще я тут сложила по схеме маленькие милые коробочки с пряними, наполняя их маршмеллоу и мэндэмс. Но у нас ведь диайвай канал, правильно? Значит, нам нужно наполнить наш кэнди бар вкусняшками, который мы сделаем своими руками. Это и бюджетно, и намного интереснее, чем просто покупать там печенье или конфеты в магазине. Настоящим украшением нашего кэнди бара станет пряничный домик. И я тоже его сделаю своими руками. В отдельную емкость кладем кефир, растительное масло, сахар, муку, разрыхлитель и корицу. Строго в такой последовательности, это важно. Смешиваем до однородной массы, раскатываем тесто примерно 3 миллиметра и укладываем в формочки. Если у вас нет таких формочек, то помогая ножом, просто вырежьте на тесте нужные детали для стен, дверей и крыши. Сегодня я буду все выпекать в мультипекаре от Redmond. Я купила такую штуку с несколькими панельками, специально для выпекания. Она легко заменяет духовку и делает процесс выпекания в 3 раза быстрее. Так как я пеку часто и для видео, и просто для семьи, для меня это очень удобно. Вы же, конечно, можете использовать то, что удобнее вам. Ту же самую духовку, например. Помните мое видео с Хэллоуина, где я готовила жуткие вкусняшки? Мой ролик увидели представители компании Redmond. Я была так счастлива, ведь я всегда была их поклонницей. Практически вся кухонная техника у меня от их бренда. Это правда, никакой рекламы, честно. В качестве поощрения они предложили моим подписчикам 40% скидки на все мультипекаре по моему промокоду. Так что, кому интересно, ныряйте в описании. Там все будет подробно написано. Все детальки нужно вырезать ножом и склеить. В инстаграме я спрашивала вас, где можно купить клей для пряничного домика. Офигела от того, сколько он стоит, и решила сделать его сама. Это очень просто. 5 столовых ложек сахара, лимонная кислота и 2 ложки воды. Оказалось, его можно сделать бесплатно из всего того, что есть дома. Более подробный рецепт и лайфхаки вас ждут в моем инстаграм. Ссылочка на пост будет в описании. Украшаю помадкой. У меня это готовые пакетики, которые продаются в магазине. Но можно сделать глазурь самостоятельно. В инстаграме в посте также будет описан рецепт. Ставим нашу красоту на красивую тарелочку и подаем на стол. Этот рецепт печенье прям супер новогодний. Это мое любимое новогоднее сочетание. Нам нужно натереть апельсинчик на терке. Это оказалось самым приятным занятием, скажу я вам. Запах просто божественный. Вся кухня наполнилась чудесным запахом апельсина. Кладем муку, сахар, растопленное сливочное масло, молоко, цедру апельсина, 2 желтка и одно целое яйцо. Все хорошо перемешиваем. В готовое тесто добавляю шоколадные капли. Шоколад с апельсином в сочетании поистине новогоднее. Кладу тесто в форму. У меня вот такая панелька с елочками. Вы же можете выбрать любой привычный вам метод и любые формы, какие есть у вас. Выпекаем 10 минут в мультипекаре. В духовке будет готово минут за 20. В зависимости от того, в какой форме вы это делаете. Вставляем одну елочку в другую и получается 3D елка. Но очень важно не пересушить эти елочки. Вытащить тогда, когда они чуть начнут подрумяниваться. Тогда тесто мягкое и детальки легко вставляются друг в друга и не выпадают. Украшаем кремом. Посыпаю сладкой посыпкой. Эти 3D елочки не только красивые, но и очень вкусные. Потрясающий апельсиновый вкус и шоколадные капли. Это просто сказка. Нашему кэнди-бару не хватает праздничных новогодних корзинок. И я буду делать их из теста для бананового печенья. Его потом можно будет залить в любую форму и получится обычное печенье. Но это на тот случай, если с корзиночками базиться вы не захотите. Хотя здесь нет абсолютно ничего сложного. Кладем муку, сливочное масло, ванилин, соль и соду. Добавляем кружочки банана и сахар. Все это перемешиваем любым удобным вам способом. Я использую блендер. Тесто готово. Скатываем в шарики и кладем в форму. Очень просто. Я закрываю крышкой и готовлю минут 5. Для духовки, я думаю, будет достаточно 10-15 минут. Открываем мультипекарь. Да, получается, они не совсем ровные, поэтому края я обрезаю. Теперь наши корзиночки нужно чем-то наполнить. Вы можете положить туда варенье, мороженое, шоколад или сладкую пасту. Я хочу сделать корзинки в виде новогодних елочек. Я взяла сливки для взбивания и взбила до средней консистенции. В тот же самый крем для взбивания добавляю зеленый пищевой краситель и взбиваю. Получается красивый зеленый цвет. Я сделала два вида елочек, белые и зеленые, и украсила сладкой посыпкой. А сверху повесила сахарную звездочку. Сделаем вкусные вафельки. Подготовьте посуду, где вы будете смешивать ингредиенты. Я буду делать это в миксере, потому что мне сегодня готовить много и вообще это быстрее. Вы можете использовать любой привычный вам метод. Кладем муку, сахар, дрожжи, масло, молоко и яйца. Перемешиваем до однородной массы и ставим в тепло на час. Тесто должно стать в два раза больше за счет дрожжей. Теперь можно выпекать. Лучше это делать в специальном устройстве. Например, в вафельнице. Две минуты и мои вафельки уже готовы. Выкладываем в тарелочку и смазываем чем-нибудь сладеньким. Сгущенка, варенье, шоколадная паста, да все что угодно. Я смажу медом. Я сначала выложила вафельки с топкой, а потом уже склеила их друг с другом. Наподобие сэндвичей. Я украшу вафельки помадкой и сахарными карандашами. А сейчас сделаем очень вкусное цельнозерновое печенье. Оно низкокалорийное и полезное. Очищенную морковку и яблоки смешиваем в блендере и пока оставляем. Возьмите посуду побольше, где вы будете смешивать. Я буду делать так же в миксере. Кладем муку, корицу, соду, кефир и все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем яблочно-морковную смесь, столовую ложку растительного масла, медок и овсянку. Перемешиваем. Дайте тесту 10 минут на отдых и можно выпекать. Тесто получается жидковатое, поэтому я хочу добавить туда мэндэм, чтобы было более ярко и празднично. Вкусняшки выставляем на наш кэнди-бар. Теперь давайте нальем себе напиток. Это может быть какао или чай. Я буду делать кофе. Засыпаю молотый кофе, наливаю в специальный резервуар молоко и ставлю чашечку. Приятный кофейный запах наполняет всю комнату и это волшебно. Минута и напиток готов. В нашем кэнди-баре имеются новогодние трафареты для кофе. Я воспользуюсь этим и украшу свои напитки какао с корицей. Можно добавить в напиток взбитые сливки, сироп, сахар, маршмеллоу, посыпки и так далее. Все, что мы подготовили на нашем кэнди-баре. И каждый день составляет новый напиток. Это так атмосферно и празднично. Мне прям очень нравится. Такое уют и тепло от всего этого. Плюс 500 к новогоднему настроению. Правда, рекомендую сделать такое у себя дома. Возможно, не такой масштабный и большой, как у меня. Возьмите 1-2 рецепта и добавьте пару покупных вкусняшек. И будет очень красиво и уютно. Рецепты этих новогодних вкусняшек вполне реальны сделать для вашего новогоднего стола. В среднем они занимают от 5 до 10 минут. Так что сделать их очень просто. И в итоге получается такая вкуснотища. В общем, советую. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ведь я очень сильно старалась. Вся семья готовила этот кэнди-бар. Мы снимали и готовили вместе. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. Ставьте пальчики вверх. Поддерживайте наши труды. И мой канал мне будет очень приятно. И как обычно, если наберем 3000 пальчиков вверх, то я выпускаю видео о подарках своими руками, которые вы меня уже давно просите. Я хочу сделать бюджетные идеи для подарочков. Очень хочу сделать это видео. Так что все зависит только от вас. Всех очень сильно люблю и целую. Приятного вам новогоднего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!